и контрольную работу я видимо скажу сейчас пока еще не все я видимо пару слов в конце да тогда скажу мы потихоньку начнем я бы наверное хотела так значит по поводу вчерашней ситуации тоже хорошо что написали хорошо что так аккуратно это сделали потому что возникла просто какой-то дезинформированность взаимная между офисом и предыдущими нашими запросами вот они выставили думаю что они удовлетворяют наши пожелания оказалось что оказалось что внесли наоборот такой сумбур и хаос в общем разобрались нормально я бы хотела на самом деле чтобы вы мне все-таки продемонстрировали свою домашнюю деятельность чтобы я могла посмотреть как выглядит как выглядит решение задач домашних вами кто сейчас готов это сделать господа кто готов продемонстрировать домашние задачи и какие есть вопросы по домашней задачи в 10 задание с файла 9 10 не с дополнительными задачами вы мне лучше скажите о чем там речь стоимость списываемое оборудование да 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 она еще про седьмое из там где ошибка измерения некоторой величины там где было задано два разных варианта 2x и y хорошо тем не менее кто готов что-то показать сейчас ну мы его делали но не фоткали в десятом 1578 получилось в цель да да я сейчас нашла это вашу задачу я сейчас переключусь я ответа тогда с вами сфере так скажу значит по поводу стоимости оборудования значит вы говорите она десятая десятая сейчас мы сделаем бокски побольше еще под буквой а нужно было найти вероятность вероятность а вы меня спрашиваете видимо какой-то один момент пункт 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 ну хорошо значит сама вероятность как будет записываться сам вопрос какой стоимость описание следует указать в инструкции чтобы вероятность прихода ревизора была не более 3 процентов 1 минус вероятность того что ревизор придет да вот такая картинка да 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 отсюда соответственно отсюда вот кстати это очень хороший вопрос то есть по идее я нашла значит а нет отсюда не нашла это в другой задачи я вам вас хотела об этом спросить соответственно я отсюда выражаю фи и все что мне нужно дальше сделать это найти аргумент когда еще аргумент то в какой точке достигается значение 097 1.89 89 087 у меня другая . у меня 088 1 097 нет это больше это больше или равно 097 поэтому 189 у меня тоже 188 получилось мы же берем то которое ближе к этому значению по правилам округляем да я его потерял 097 ну окей да 189 тогда и соответственно соответственно осталось только посчитать это значение 189 осталось только посчитать сколько у вас получилось тогда в результате это 1578 188 в чем был вопрос просто сверить ответ или было что-то в этом непонятное но у меня вот насчет вот этого округление возникло просьбе у меня от получил 1878 176 ну вот вы взяли точно так же как и я . 188 097 188 88 89 слушайте ну вот я в таблице ну понятно да значит это я поняла в чем дело значит если вы пользуетесь таблицей той же которые пользуюсь я функцию распределения стандартного нормального то точечка 188 для точки 188 там дано значение 096 995 не пишу 096 995 да что ж такое то оно ближе чем значение в точке 189 но тут просто нужно четко писать когда те значения которые вы видите в таблице чтобы можно было сравнить вот и все больше ничего или тоже таблицу то вы не можете приклеить привести почему такое значение это разница в таблицах которые мы используем допустим если вот на контрольной так будет что понимаете дело в том что если вы напишите два значения которые я вам прислала две таблицы одну с функцией феноль другую с функцией фи стандартного нормального если вы пишете что вы пользуетесь таблицей фи я соответственно смотрю в эту таблицу если вы пользуетесь таблицей финал то я пишите финал то я смотрю в другую таблицу но кроме тех таблиц которые я вам прислала есть миллион других таблиц не вполне себе ими тоже можно пользоваться тогда самый простой способ написать те два значения которые вы взяли из таблицы из них выбрать соответствующие до ближайшие все понятно спасибо хорошо так еще а еще по 10 там он тебя было нужно было нарисовать график там просто получается я пытаюсь одновременно манипулировать чтобы увеличить масштаб чтобы было видно график говорите там данные границы мы нашли вероятность того что x будет в пределах от 1000 до 1500 нашли вероятность и нужно что график как-то сделать а вот я как раз уж меня попросили прислать картинки для нормального распределения я вам даже не только для нормального присылал вы строите график отмечаете на нем характерные точки я уж какую-нибудь ладно вот конечно не тот что график плотности характерные точки характерная точка это . с параметром и характерная точка это вот ваши вершины вы всегда можете указать координат вот этой вот вершины нашей кривой вот тут функция распределения у меня просто такая картинка да она вообще-то самая ближайшая картинка которая оказалась если речь идет о том чтобы привести график плотности то мне нужна только та кривая которая красная изображена симметричность должна быть максимально постараться чтобы у вас все-таки симметрия наблюдалась и второе что вы сказали с вами в прошлый раз даже в зависимости от параметра сигма то есть по параметрам не понятно что вы смещение организуете в одну или другую сторону а параметр параметр сигма мы сказали что нужно отразить характер поведения кривой в смысле что она у вас будет либо вытянутая вверх либо приплюснутая это отражается путем как раз мало что он выше ниже вы еще и должны показать что вы девяносто девять и семь процентов случайных величин у вас входят интервал плюс-минус три сигма мат ожидания плюс-минус три сигма ну соответственно вот у меня сейчас сигма была по моему там три было сигма соответственно я должна как-то вот эти вот точечки 5 плюс 3 умножить на 3 ну почти 15 5 минус 3 умножить на 3 минус 4 чтобы ваша кривая как раз охватывала ненулевую вот именно этот фрагмент а потом закрасили отметили свои точечки-то закрасили от тысячи до полутора тысяч что еще задачи про шарики проковка шариков производится что получилось в а но целых за 4 5 5 но 4 5 5 или но 4 5 6 все-таки пожалуйста три знака 3-4 знака по сути кто и вставлять если вы берете из таблицы фи значения то все знаете которые есть и пишите значение какое получилось в последнем альфа нужно взять 1 зеленый на 4,66 1 зеленый на 4,66 это будет более точный ответ а первым а пункте а там получается 0 0 4 5 5 или 0 4 5 5 ответ ну вот у меня даже 0 4 5 6 то есть не нужно было делить единицу на 4,66 вы имеете ввиду точный ответ альфа ну понимаете точный ответ нет не нужно но приближенный вам все равно нужно знать если вы реально берете то вам все равно нужно знать но вот это дробь она должна присутствовать дальше ну ради бога напишите дробь должна присутствовать в своем явном виде можно пожалуйста альфа у меня просто наверно не сходится у моего тела 215 можете сказать что у вас получилось получилось в альфа последний а что уточнить значение у меня не сходится я не услышала точно значение которое все получилось оно получилось из того что фи от единицы до альфа больше либо равно но 99 такое получилось а все я поняла девушек у меня просто двойка перед фи стоит так что-то еще потому что можно разобрать номер три из следующего получается набора там где логарифмическое нормальное распределение значит нет я бы хотела чтобы вы такие сделали это сами вы можете мне я в следующий раз например продемонстрировать или если хотите чтобы вот я посмотрела именно вашу работу пришлите мне просто я на почту я посмотрю хорошо а можно тоже по этой задаче вопрос но не по решению а вот по интерпретации просто на некоторых сайтах сказано что логарифмическое нормальное распределение схоже с обычным нормальным распределением а в некоторых даются определенные формулы то есть логарифм x можно ли потом вычислить логарифм x то есть у нас будет также нормальное распределение мы по такой же формуле считаем только вместо а потом логарифмируем его то есть можно ли применять функцию лапласа к нормальным логарифмическому распределению очень хорошо очень хорошо просто но все логарифмические нормальные нет не так 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 непонятно просто не так не так а не так Задание. Продолжение следует. Продолжение следует. Как Вы объясняли, что такое логарифмическое нормальное распределение, потому что после вообще ничего не было слышно. Продолжение следует. 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 Можно по системе спросить, какая система получилась? Вот я ее как раз хочу писать. Вероятность х больше 3,38 равна по условию 0,1. И вторая вероятность, что случайная величина не превышает 1,06, она равна. 0,15. 0,15. Вот у меня, собственно, вопрос. Понятно, что из первого равенства я получу, что фи в точечке отсюда. На каком языке, чтобы я поставила стрелочку такую. Я получу вот такое равенство, а из второго равенства я получу вот такую штуку. Вот такую штуку. И я хочу спросить вас, что это значит. Из второго равенства я получу вот такое. Фи в точке 1,06 минус миу поделить на сигма равно 0,15. Что? А, это получилось. Так, прекрасно, что это получилось. Но если в первом случае, видимо, проблем нет, вы сразу определяете, чему равен аргумент. Вы смотрите, ну точно так, как в предыдущей задаче какой-то. Смотрите, в какой точке фи равно 0,9 и все хорошо. Что делать вот в этом случае, во втором? Это что-то для нас обозначает на самом деле. Мю минус 0,35. Мы же центруем ее, получается. Значит, ну давайте я попробую по-другому спросить. В первом случае, да, я пошла значение 0,9 искать в таблице. Во втором случае мне точно так же нужно идти 0,15 искать в таблице. Но его там нет. Вот. Его там нет. А почему его там нет? Значение должно быть симметрично, только единица, минус там, что-то там. Ну именно так, да. Я вот вам еще раз картиночку сюда вот приведу. Функция распределения. Мы сейчас про функцию распределения. И даже, давайте, коль это фи, давайте для фи все-таки приведу. Функция фи – это функция стандартного нормального, функция распределения. Вот она синяя. Она, в принципе, 0,15 значение принимает? Да, принимает. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь это значит, что такое значение будет при каком аргументе по знаку? Отрицательным. Отрицательным. А у нас с вами в таблице даны только значения для положительного аргумента. То есть то, что вы получили фи меньше, чем 1 вторая, это нормально. Просто мы должны сделать вывод, что наш аргумент в этом случае меньше нуля. И для того, чтобы найти значения, которые требуются искать в таблице, я должна попросту у аргумента поменять место, ну, поменять знак, да, и искать, соответственно, 0,85. По правилу, если я работаю с функцией фи. Функция фи от минус х – это единица минус фи от х. Я так и сделала. Я поменяла знак и, соответственно, нашла 0,85. Тогда все решается. Ну, все понятно. Еще раз? Понятно, понятно. Теперь. То есть если сильно маленькое значение, то это, получается, противоположного знака. Смотрите, даже если вы получили свою вероятность вычислять через функцию фи 0, это не имеет значения. Я считаю, как функцию стандартного нормального. Вот моя синяя кривая, она функция распределения стандартного нормального. По всем свойствам функции распределения. Они непрерывны у непрерывных распределений. Они от нуля до единицы по своим значениям. Мы не вышли за пределы свойств. Она 0,15. Все хорошо. Да, я на графике тоже вижу, что у меня где-то здесь вот такое значение. Даже вот где-то вот здесь вот 0,15, у меня тут 0,25. Даже где-то здесь такое значение принимается. Но оно принимается при отрицательном аргументе. И в таблице из-за ее ограниченности таких значений нет. Но их нет, опять же, потому что мы можем их получить по свойству. Они мне там и не нужны. Там даны значения для положительного аргумента. Если получилось, что φ... Ну, еще раз. Я про функцию стандартного нормального. Если вы получили φ меньше 1,2... Вот моя точечка 1,2 в нуле. Если я получила φ меньше 1,2... Это означает, что мой аргумент отрицательный. Функция φ0, функция лапласа введенная, она была интеграл от нуля. Если вы получили... То есть я должна опустить ее на 1,2 вниз. Если вы получили свою функцию φ0, отрицательную... Опять же, это для вас означает, что у вас отрицательный аргумент. Все хорошо? Да. Хорошо. Тогда давайте продолжать. Можно спросить, какие там ответы? Там получается мат ожидания 2,1 и дисперсия единица. Я честно скажу, я не считала. То есть мне принципиально было вам вот этот момент у вас спросить. Я до этого момента себе написала. А потом я их просто не считала. Ладно, хорошо. Решается просто. Если один решил, и второй решил у него такие же, значит верно. Но опять же, я предлагаю, если хотите прислать мне свое решение, я его могу посмотреть. И, ребята, давайте на будущее договоримся. Не знаю, встретимся ли мы в аудитории в такой ситуации, как сейчас. Давайте все-таки в начале семинара демонстрировать решение вашей домашки, чтобы я понимала, что у вас происходит. И если есть проблемы, то реально я не... Хорошо. Ну и вам так будет намного легче, на самом деле, чтобы вы тоже видели отклик, что если все хорошо, то и все хорошо. Если есть проблемы, чтобы вы могли ее вовремя ликвидировать. Чат не лучший вариант, потому как я его не открываю. Ага. Все. Новая наша тема. Я так понимаю, что вам сейчас совсем не весело в таком режиме. Вы как-то там совсем тяжело воспринимаете. Ну и ничего. Ну, конечно, хуже, чем в аудитории, но нормально, привыкли. Ну, я поняла. Может, вы через полчасика проснетесь, и на следующей паре будете совсем живые и активные. Но сейчас как-то такой тяжелый момент. Хорошо. Значит, мы говорим про функции случайной величины. Функция случайной величины записывается очень просто. И, например, в задаче, которую вы меня как раз спрашивали, седьмая, там, где было 2х. Вот это функция случайной величины. Для функции случайной величины y я имею некоторую функцию g от случайной величины x. x случайная величина. Ну, понятно, и y случайная величина. Что делать в этом случае? Значит, если у меня случайная величина x описана, задана законом распределения, то возникает вопрос, как построить закон распределения для случайной величины y. Ну, пока я тут вот переключаю буквки и что пишу, скажите мне, пожалуйста, А у нас была бы такая ситуация, когда вводилась случайная величина, являющаяся функцией от случайной величины? Да, когда мы там от ожидания от x в квадрате считали. Точно. Когда мы считали от ожидания и дисперсию от x в квадрате, а там 3х минус 1 и так далее, это уже была функция случайной величины. Но мы считали числовые характеристики. И как вы помните, это было не очень сложно. Сейчас ситуация немножко поменялась в плане сложности. Посчитать, построить плотность или функцию распределения функции случайной величины – это задача немножко более тяжелая. Правда, в дискретном случае задача облегчается. Облегчается вот насколько. предположим, что у нас x – это дискретная величина, и g от x – это новая случайная величина. Во-первых, эта величина y тоже будет дискретная. Во-вторых, если функция g взаимна однозначно для наших возможных значений случайной величины x, то для значений случайной величины y вероятности их появления будут точно такими же, как вероятности появления x и тых, из которых y и тые получаются. В том случае, если вдруг из набора, не из одного значения, а из набора x и тых, я получу одну и ту же величину y, то мне нужно будет для вычисления вероятности просто сложить те вероятности, из которых было получено это значение. Это понятно? Более-менее. Значит, я сейчас буду приводить пример, и станет просто совершенно всё прозрачно. Я решаю вашу задачу под номером 1 из нового семинара. Значит, у нас случайная величина имеет вот такое распределение. Случайная величина имеет вот такое распределение. И под буквой А случайная величина y есть 2x плюс 1. Давайте построим для случайной величины y закон распределения. Закон распределения в таком же виде, в виде таблицы. Значит, первое, что мы говорили, мы для дискретной случайной величины определяем, мы определяем значение. И для того, чтобы это сделать, мне нужно просто подставить все значения x и определить при каждом значении x соответствующее значение y. Подставляем. Если я подставлю минус 2, я получу минус 3, дальше я получу минус 1, 3 и 5. Откуда у меня получилось значение минус 3? Я получила это значение только один раз, когда я подставляла значение минус 2. С какой вероятностью получалось значение минус 2? 0,1. Ну и y получится с вероятностью 0,1. Значение y минус 1 получилось, когда мы брали значение x минус 1 и подставляли его в нашу функцию g от x. Но для x, равного минус 1, появлялось такое значение с вероятностью 0,2. Значит, и y, полученное из этого значения, тоже появится с вероятностью 0,2. И значит, для всех остальных значений y, поскольку мы каждое значение получали только по одному значению x, вероятности получить каждое из них 1, 3, 5, они будут соответствовать равным вероятностям тех значений x, из которых они получены. То есть я по-постому должна сделать вот так. Это обеспечивается как раз однозначностью взаимой. В данном случае у меня как раз ситуация, когда для набора наших возможных значений x функция g от x абсолютно взаимно однозначна. Вы получаете неповторяющийся набор значений. Давайте я вот так еще напишу. В b мы имеем с вами ситуацию следующую. У нас там y равно x квадрат плюс 1. Ну, тоже нужно прочитать значение y. Не знаю, как они там получатся, на самом деле. Ну, считаем. Беру значение x, равное минус 2. Подставляю. Сейчас я себе еще одну строчечку всталю. А как то есть вставляю по-русски? По-человечески. Значит, беру значение минус 2. Подставляю, получаю... 5. Беру значение минус 1, получаю... 2. Беру значение 0, получаю... 1. Беру значение 2. Почему 2? 1. 1. Берем, 2 получаем. Да. Получаю 2. Хорошо, но у меня такое уже значение было. Ведь для y это не новое значение. Мне нет смысла писать его в следующую клеточку. Оно уже было. Получается, что 1 я получила, когда x равно 0. 2 я получила, когда x равно минус 1. И 2 я получаю, когда x равно 1. Значение 5. Мы получили его, когда x равно минус 2. Подставляем 2. То же самое. Мы получили точно такое же значение, когда x равно 2. Вот тут как раз у меня получился повторяющийся набор значений. Взаимной однозначности у вас сейчас нет. Между набором значений y и набором значений x. И для y равным 1 я сделаю то же самое, что я делала в предыдущем случае. Для x равного 0 я получила только одно значение y. Ну или значение y равное 1 соответствует только значению x равного 0. Значит, вероятность появления y равно 1 это 0. Откуда появилось y равно 2? Оно появлялось и со значением минус 1. А минус 1 появляется со значением 0.2. И еще значение y равное 2 появилось, когда x равно 1. А x равно 1 появляется с вероятностью 0.3. Значит, для значения y равного 5 я должна... Сложить тоже за вероятностью 0.2 будет. 0.1 и... 0.1. 0.1 и 0.1. Как проверить, что мы сделали все правильно? В сумме тоже единицы должна получиться. 0.1. Ну я, поскольку у меня формулы нету, да, я напишу слова. 0.1. 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 В пункте B я бы посчитала мат ожидания от этой величины, а мат ожидания от этой величины по свойствам это мат ожидания от Та. Да, от Х квадрат вам придется считать мат ожидания. Да, именно так. Если вы построили закон, то есть мы считали вот так. Мы считали по свойству. Ну, вы должны тогда построить этот закон. Свойство позволяет это не делать. А это ради бога. Ну, сейчас я какой-нибудь исправлю, да, чтобы это было быстро. Да. Ради бога, считайте. Конечно. Если закон построен. Абсолютно верно. Угу. Ну, еще раз повторяю. В дискретном все примитивно. В случае, когда случайная величина непрерывна. В случае, когда случайная величина непрерывна. Предположим, что у меня есть случайная величина с заданной плотностью ПХ от Т. Предположим, что у меня есть наша новая случайная величина У, которая задается правилом Ж от Х. И будем считать, что Ж от Х дифференцируемая, монотонно возрастающая или монотонно убывающая функция. Это принципиально. Если это так. И я прямо вот даже это еще и подчеркну. Если это так, то плотность новой случайной величины У, она будет подчиняться вот такому правилу. То есть вычисляться по формуле. Плотность У, это и есть плотность случайной величины Х в точке Ж минус первой от Т умножить на модуль производной функции Ж минус первой. Кто такая Ж минус первой? Обратная функция. Обратная функция. Абсолютно верно. Надо бы еще сказать про набор значений У. Как определяется интервал значений для случайной величины У? То есть если, предположим, случайная величина Х принимала свои значения на интервале А, Б, где будет принимать значения случайная величина У? Получается, мы же Ж от А и до Ж от Б. Да, если функция Ж возрастающая. Если функция Ж убывающая, то границы поменяются наоборот. Ну, это именно так. Теперь второй момент. Давайте мы сначала такую решим, монотонную взрастающую или монотонную убывающую, а потом тогда решим более сложную задачу, когда у нас вдруг монотонностью функции Ж нет. Наша задача под номером 2. Случайная величина имеет равномерное распределение на интервале 0,1. Какую возьмем величину Эпта? Под буквой А или под буквой Б? Давайте под Б. Под Б. Найти плотность распределения величины Эпта есть минус логарифем от единицы минус кси. Значит, кто у меня сейчас такая... Давайте с множеством значений для Эпта. Значения Эпта. Давайте я буковку вставлю и ее буду копировать. Эпта. Вот она. Ножество значений Эпта. Кси определялась... Ну, надо сначала, наверное, про кси сказать. Если кси имеет равномерное распределение, то ваша плотность этой самой величины кси, она чему равна? 1 на Б минус А. 1 на Б минус А. И в нашем случае... Я ее напишу, но вот для нашего случая 1 минус 0. 1 на интервале... От 0 до 1. И да, от 0 до 1. Теперь наша функция Эпта, случайная величина. Для нее множество значений будет какого? Если я подставлю сюда... Значит, давайте так. Вот это вот функция. Логарифм. ЖЭпкси. ЖЭпкси. Она какая? Бывающая, возрастающая? Она вообще монотонная? Монотонная. Монотонная. Хорошо. Теперь нужно узнать, она возрастающая или бывающая? Бывающая. Вроде возрастающая. Значит, единица минус кси у меня будет принимать значение аргумент. Будет принимать значение... От 0 до 1. От 0 до 1. Да, да, она возрастающая. Да, она возрастающая. 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 Хорошо. Мне принципиально, что она монотонная. Это, наверное, самое главное. Если у меня значение у кси будет 0, какое значение будет принимать функция ЖЭпкси? 0. Если единица, то 0. А если 0, то будет 0. Включаем границу? Ну да, можно от 0 до 1 делать. От 0 до 1. В 0 будет значение? Да, будет в 0. А будет в 0. Хорошо. 0. Если я подставлю значение 1... То плюс бесконечность. То плюс бесконечность. Плюс бесконечность. Я бесконечность хочу скопировать. Плюс бесконечность. Хорошо. Теперь мне нужно будет, для того, чтобы нашу формулу применить для плотности Y, мне нужно будет функцию обратную. Как записать обратную функцию? Построим обратную функцию. Как записать обратную? Вы ее пытаетесь записать или пытаетесь осмыслить, что же с этим делать? Там получается, обратная будет E в степени минус это. минус 1, а она минус 5. Ничего знака надо поменять. Значит, самый простой способ. Нужно вот из этого выражения, как задано это, отсюда выразить кси. Тогда вы найдете функцию G минус 1. Ну, хорошо. Давайте выражать. Я сначала меняю знак. Будет минус это. Потом беру функцию обратную для логарифма. Это функция. Ну, экспонент. Е в степени минус это. Потом мне нужно будет поменять опять знак. И еще. Ну, давайте по частям. Значит, экспонента от минус это. Это я получу единицу минус кси. И осталось получить кси. Единицы минус экспонента. Единицы минус экспонента. Ну, я написала в кси и это, да, а я хотела в буквах, в буквах, сейчас мы уберем, чтобы оно на страничку помещалось, чтобы у меня был один аргумент. Значит, функция g минус первая от будет выглядеть единица минус е в степени минус т. Хорошо. У меня осталось только нашу формулу применить. Я ее продолжаю. Плотность функции х сейчас кси это, 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 а это кси. Плотность функции кси чему равна? Одному. Единице сказали вы мне. И причем в любой точечке, да, ну и, значит, в нашей точечке тоже. Единицы. И мне надо умножить теперь на модуль производной той функции, которую мы только что с вами нашли, g в минус первой. На модуль производной, чему равна производная этой функции? Е в степени минус т. Е в степени минус т. и чему это будет равно? Просто е в степени минус т. Е в степени минус т. Итак, мы с вами нашли, чему равна плотность и чуть раньше мы нашли, а откуда будет взят аргумент т. Мы с вами сказали, что случайная величина это будет принимать значение, будет иметь значение на интервале от нуля до плюс бесконечности. Поэтому я могу здесь записать, что все это будет выполняться для т. Каких? Так. все, мы плотность нашли. А можно вопрос? Да. В последнем равенстве единица умножить, вот перед модулем у нас же тоже должно быть что-то, вот это, то, что мы вычислили, один минус е в степени минус т. Почему мы его пропустили? Давайте я сейчас отдельно напишу. Я вот этот кусочек вырежу. что это такое? Плотность в точечке. Моя плотность равна единице. Везде, вот она, P от кси. Она равна единице в любой точке, и в том числе в точке единица минус е в степени минус т. А, все, понятно. Она равна единице просто потому, что у нас такая экзотическая плотность равномерного распределения. Если бы у нас не была равна единице, мы бы подставляли вот эту обратную функцию в... А мы сейчас возьмем какую-нибудь там, где не равна единице. Мы сейчас возьмем под номером 4. Под номером 4 задачу. Я вот это убираю, да, оставляю только в нашей формуле. Задача под номером 4. Кто-то меня еще что-то хотел спросить? Нет, сейчас вернула. Правда, что это написано плотность случайной величины кси? В любой точечке. В любой точечке на интервале 0,1 плотность случайной величины кси будет равна единице. Для функции g в минус 1 от t второй вопрос. Правда, что g в минус 1 от t будет принимать значение 0,1? Да, ну так все, вы замкнулись? Значит, вот моя случайная величина новая, случайная величина х. Давайте сюда буковку тоже вставим, чтобы еще раз это подчеркнуть. Случайная величина х, она задана плотностью вида константа умножить на х минус 1 в квадрате на каком-то интервал. И задана новая случайная величина случайная величина y. Первый вопрос, который мы решаем, является ли монотонной функцией g от х? Да. Да. я подпишу, что это функция g от x или g от t, чтобы буковки совсем не путались. Она монотонная. Даже нужно сказать монотонный тип, но самое главное, что она монотонная. Она монотонная. Хорошо. Дальше, если случайная величина x принимает свои значения на каком интервале? От единицы до пяти. От единицы до пяти, то y принимает значение на интервале считаем. От единицы до трех. От единицы до трех. И нам осталось только посчитать плотность нашей новой случайной величины y по имеющейся формуле для плотности случайной величины g от x монотонной с монотонной функцией g. g минус первой. Давайте ее вот здесь в скобочках посчитаем в таких квадратах вспомогательных. Значит, если y это было x плюс 1 поделить пополам, то функция x в данном случае как будет выражаться? 2y минус 1. 2y минус 1. Это значит, моя обратная функция выглядит как 2t минус 1. Тогда я подставляю как раз вот сейчас вот эту функцию в свою плотность случайной величины x. Плотность случайной величины x в точечке g минус 1t. Моя плотность функции x это 3 64 умножить изначально это было x минус 1 в квадрате. А у меня сейчас это будет 2t минус 1 и еще минус 1. Я вот здесь поставлю скобочки. Минус 1 и все это в квадрате. Простите, а не могли бы вы объяснить еще раз в квадрате минус 1 и откуда? Кого нахожу? 2t минус 1. Откуда? Хорошо. Значит, правда, что y была x плюс 1 пополам? Да. А правда, что если я буду отсюда выражать x, что если я буду выражать x, это будет 2y минус 1. Это не обратная функция. Нашли g в минус 1 и вычисляя плотность в точке g в минус 1, я буквально в смысле слова вот это выражение подставляю вместо x. И мне еще нужно умножить на модуль производный. Ну, по секрету расскажу. Если речь идет о монотонно возрастающей функции, то ваша производная так будет положительной. Модуль можно не писать. Если она монотонно убывающая, то наличие модуля обязательный, поэтому в общем случае модуль пишут. В моем случае будет положительная. Я могу это дело проигнорировать. Производную от чего? от 2t-1. 2t-1. Да, производную. Хорошо. Считаем, что у меня будет 3,64. Дальше в скобочках будет 2t-2. 2t-2 в квадрате. Но лучше сразу вынести. Ну давайте напишем вот так сначала. Напишем 2t-2, а потом конечно вынесем. 2t-2 и производная от 2t-1? 2. 2. Выносим сокращаем. Если я вынесу 2 в квадрате и еще на 2 это 8, да, значит останется 3 восьмых. А здесь останется t-1 в квадрате. Для каких это t? Для тех, которые в интервале от 1 до 3. Для тех, которые в интервале от 1 до 3. Давайте напишем теперь красиво вот эта плотность y, как она реально выглядит. Значит, плотность y. Сейчас я сначала напишу весь кусок, а сейчас вот это все убрала. Значит, это, по идее, если я буду по аналогии делать, как это было с плотностью x. это 3 восьмых на t-1 в квадрате. Когда t, вы говорите, от 1 до 3 включительно, 1 t 2, 3, и еще что я должна описать? 0. 3 восьмых? 0. А мы не подставляем? Куда? Я подставила, вот я по красным сал, да? А, все, поняла. Мы вычислили. Мы сказали, что t при этом имеет значение на 1, 3, и 0, если t меньше 1, и t больше 3. Хорошо. Значит, мы с вами разобрались, что нужно сделать, если наша функция g от была монотонной. Это тяжело, но не очень. В том случае, если g от не монотонная, функция g от t не монотонная. Значит, в этом случае вам придется не монотонная на интервале на интервале t какой-нибудь нарисовать. t из t из ab. В этом случае вам придется функцию g разбить на кусочки соответствующие ее монотонным интервалам. Ну, точнее, вам придется интервал ab разбить. Разбить на кусочки, где функция g от будет все-таки монотонной. Монотонная возрастающая или монотонная убывающая. Итак, если функция g от x является не монотонной, на интервале возможных значений x, то нам придется этот интервал разбить на интервал монотонности. Дальше, точно так же, как мы с вами сейчас это делали, найти плотность на каждом интервале монотонности и потом останется сделать еще одно последнее действие. Придется сложить плотности, если совпадают значения новой случайной величины для некоторых интервалов. мы сейчас да, да, так, именно так. Ну, мы сейчас как раз тоже сделаем какой-нибудь из вариантов и надеюсь, что станет немножко более понятно. Итак, возьмем задачу под номером 3, но правило все останется то же самое, я правило как раз для вычисления на интервале монотонности оставлю. Здесь было ЖТ монотонное. ЖТ была монотонная. Возьмем нашу задачу под номером 3. еще и нам не витече к дамы. Туда ты дам как он. Итак, наша функция xc тоже имеет изначально равномерное распределение. Это значит, что на отрезке минус 1,2 функция плотности случайной величины будет равна 1,3. 1,3. Ну хорошо, на все остальное интервале она равна 0. Теперь решаем вопрос с монотонностью или не монотонностью функции g от x равно x, равно x квадрат. Должна быть под номером 3. Да, она. Она. От. Теперь решаем вопрос по поводу монотонности или не монотонности функции g от x. От минус единицы до нуля она убывает, и от нуля до 2 возрастает. Ну, то есть я могу сказать, что на исходном интервале минус 1,2 она явно не монотонна. Значит, на интервале от минус единицы до нуля она монотонна бывает. И на интервале от 0 до 2 она монотонна вырастает. Мы с вами разбили исходный интервал значений случайной величины ξ на две части в зависимости от того, где наблюдается у функции g от ξ монотонность возрастания или бывания. Разбили. Хорошо, теперь на каждом из этих участков находим плотность нашей новой случайной величины по известному правилу. Там, где она, например, умывает. Поскольку у меня два кусочка, да, то я обозначу плотность 1 и плотность 2. Значит, плотность первая часть на первом нашем кусочке. Опять же, по уже известной формулу, это плотность ξ в точке g минус 1 от т на модуль, сейчас это принципиально, функция бывает, на модуль производной g в минус 1 от т. Наша плотность случайной величины ξ имеет вид Какой? Одно третье. Да, третье. Но мне бы, я вот поторопилась, да, потому что мне бы выяснить, а как выглядит g в минус 1. Сейчас, если у вас это была ξ квадрат, то чему у вас равна ξ? Плюс минус корень с это. Мы сейчас на интервале… От минус зиницы, тогда минус корень с. Так, вот вам и принципиальность вашего модуля. И, значит, я должна буду написать 1 тридцать. Вы сказали, что это плотность функции ξ умножить на модуль. Функция g в минус 1 от т. Функция g в минус 1 от т – это минус корень с т. На производную, давайте уж писать производную, минус корень с т. И, значит, это получилась 1 тридцать. А что стоит в производной? Единица зеленая на 2 корень с т. Единица на 2 корень с т. Ну, видимо, она была с минусом. Ну, поскольку мы в модуле, то в результате получится… 1 шестая корень с т. 1 шестая корень с т. И мы не сделали вот что. Мы не сказали, где сейчас будет принимать значение наш с вами параметр т. Если кси была от нуля до единицы, тот-то я в этом случае… Или это? От нуля до единицы. От нуля до единицы. От нуля до единицы. Хорошо. На интервале монотонного убывания функции g от кси мы проблему решили. Мы нашли, какая там будет плотность увеличенной рта. Теперь то же самое сделаем на интервале монотонного возрастания функции кси квадрат. Я назову эту плотность p2. И сделаю все то же самое. В этом случае g минус 1 от т будет корнем. Ну и нужно миновать какие-то наши вычисления, потому что все будет то же самое. Так будет… Я не могу поставить знак. Сейчас еще раз сделаю. Единица на 6 корней из т. И опять же, давайте сейчас определимся, где принимает значение наш аргумент t. Сейчас t откуда? От нуля до четырех. От нуля до четырех. От нуля до четырех. Смотрите, наша функция новая плотности имеет вид единица на 6 корней из т, когда аргумент t из интервала от нуля до единицы. И в то же время наша плотность имеет вид единица 6 корней из т, когда т принимает значение от нуля до четырех. Я вам приведу сейчас картинку, чтобы вы видели, что происходит. Картинку совершенно очевидную. Если я построю график… Так, где ты? Вот ты. Если я построю график по оси аксцисс, это наша случайная величина кси по оси и ординат, это наша случайная величина экта. Мы с вами из значений кси… Вы мне сказали, как в дискретном. Мы из значений кси здесь и вот здесь получили один и тот же набор значений экта. По оси икс, по оси абсцисс – это значение кси, по оси ординат – это значение экта. Мы получили значение случайной, новой случайной величины экта на интервале от нуля до единицы из двух кусков. Из куска от минус единицы до нуля и из куска от нуля до единицы. Так и есть. Чисто аналитически мы получили, что плотность при аргументе из интервала 0,1 будет равна единице на 6 корней из Т и при Т из интервала от нуля до 4 такая же. Мне теперь осталось это свести в кучку. Свести в кучку – это значит сложить там плотности, где совпадает, где у аргумента Т есть пересечения. У аргумента Т есть пересечения на интервале 0,1. А на интервале 1,4 плотность принимает только значение P2. Ну и дальше я должна это равенство продолжить и подставить непосредственно уже все наши плотности в том виде, в котором они есть. Это была единица на 6 корней из Т плюс точно такое же слагаемое. на интервале от 0 до 1, на интервале от 1 до 4. Это только плотность P2, я ее подставила, ну и здесь вот. И значит, в итоге я просто получу единица на 3 корней из Т при Т от 0 до 1. на интервале от 0 до 1. Единица на 6 корней из Т при Т из интервала от 1 до 4. И 0 при Т, не попадающем в интервал 0,4. Ну как? Все понятно. Отлично. Насколько мы должны закончить? Я еще одну заканчиваю. А, я смотрю на время подключения и никак не могу сообразить. Я потом сейчас сообразила, что я переподключалась, почему у меня не совпадает время. Хорошо. Ну, собственно говоря, тогда все. А вы хотели что-то про контрольную работу? Значит, хотела сказать следующее. Естественно, что я получила набор писем. Почему такая оцепка? И, к сожалению, возможности ответить всем, отсканировать все работы у меня, вы понимаете, такой нет возможности их показать. Если нам удастся, я теперь уже не совсем точно в этом уверена, если нам удастся встретиться в аудиториях, то, естественно, я все ваши работы покажу. Поэтому те, кто не получил от меня никакого ответа, вы на меня плохо не держите, отнеситесь к этому с пониманием. По возможности, да, там прям и такой шквал обрушился, но, тем не менее, писем было достаточно. Почему так? По возможности я на вопросы отвечу. Для кого-то ведь было критично, кто-то ведь получил совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. Но не надо ждать, что я прям пришлю это письмо сегодня. Или еще что-то для меня про контрольную хотите спросить? В вашей группе, я бы сказала, да, при том, что, ну, я понимаю, что не все увидели ту оценку, которую ждали. Тем не менее, в вашей группе контрольная написана в целом неплохо. Единственную засаду, которую на вас на всех нашло, это пользоваться, вы так активно пользовались табличками, я думаю, ну ладно, пусть ребята пользуются. Хотя я же написала сразу же значение экспонента в определенных точечках. То есть непрозрачно намекнула. Я на самом деле, это задание, там, где вы прям накосячили, но тот, кто посчитал все правильно, все хорошо, я эту задачу зачла одним баллом, потому что при... Там такие были даны параметры, что вычисляя через формулу Мавра Лапласа, вы получали ошибку в одну сотую. Вот только по этой причине вам я ее зачла. Тем не менее, вообще-то надо знать, что если у вас лямбда не до переключений, напишу словами, если лямбда ваша, то что ж такое? Которую вы, естественно, считаете, как N умножить на P. Если вы попали в интервал от 1 до 12, то нужно применить формулу по сумму. Аниму Абра Лапласа. А у вас у всех вполне было, все было прилично, там что-то типа, ну, например, 200 испытаний и вероятность 0,1 или 0,3 вы вполне себе укладывались, и решалась она очень быстро. Второй был косяк, но я об этом уже, в общем, многократно говорила, когда вы пишете Фи большое, Фи маленькое, это вещи принципиальные. Фи маленькое обозначает функцию Гаусса, Фи большое обозначает, тут вариации начались, но в нашем случае, да, оговариваемся еще раз. Фи большое, если вы пишете, то я считаю, что вы используете функцию стандартного нормального распределения, если вы пишете Фи с ноликом, я считаю, что вы используете функцию Лапласа. Либо, если вы вводите какую-то свою функцию, дальше хотите с помощью нее совершать вычисление, напишите, что она у вас обозначает, как у всех других акторов. Да, да, я знаю, да, я знаю. Нет, конечно, я это не учитывала, я вам ноли везде подписывала, но я за это не смежала, естественно. Но более того, поскольку у меня сейчас нет возможности вам показать эти работы, я на самом деле, вот кому я могла поставить 0,4 балла за какое-то задание, это играло для него роль, я на самом деле старалась это делать. Но у вас как-то, там еще проблема была во втором задании. Проблемная оказалась, ну, как я и говорила, да, как правило, хорошо на контроле решается задание на формулу Байса, на формулу полной вероятности. Второе почему-то еще оказалось проблемным заданием, я сейчас чуть не вспомню, какой ваше группа был. Сенаторы? У меня в этом задании, да, как раз проблема была. У нас сенаторы был косяк, и накосячили, опять же, тут вот у вас нет такого ярко выраженного, чтобы вы сделали плохо, плохо какое-то одно задание. Накосячили массово в последнем задании с теоремой философии. Ну, кто-то догадался, кто-то применил, и получил свои полные два балла. Тут как-то вот ситуативно все остальные сенаторами накосячили, и в первом задании тоже вот как-то разбросано, кто-то в первом задании сильно накосячил. Ну, например, вот у ваших коллег в одной группе, они в первом задании, там просто был обвал. Они почему-то посчитали, что ПАКБ, вероятность произведения событий, это произведение вероятности, хотя ни одного слова про независимость событий не было сказано. Ну, и понятно, что все эти, фактически у всей группы за первое задание случилось о ноль. Вот у вас так массово, чтобы вот в одной задаче были какие-то критичные ошибки, у вас не было. То есть как раз вот, ну, я считаю, что в целом контрольные в вашей группе написаны неплохо, но потенциально, да, каждый мог бы написать лучше, ну, потому что какие-то глупые были ошибки, откровенно глупые. То есть посмотреть мы их можем только если придем на контрольную работу? К сожалению, да. К сожалению, да. Ну, прикиньте, 120 работ по нескольку страниц, я вам целые сутки буду их фотографировать, и тканить, и потом отправлять. К сожалению. А на осмотре работ вот этом можно будет, если что, поднять оценку? Да, но, к сожалению, можно не только поднять, да? Ну, все равно, ладно. Понятно, спасибо. А, само собой, конечно. Само собой, почему нет? А можно вопрос? Вот, глядите, сейчас нас приводят полностью на дистанционный режим, но может же так быть? И контрольные мы будем писать из дома. Что тогда? Как мы будем обсуждать оценки тогда? Ну, вы же в прошлом году это как-то решали? Да, что-то в этом году будем так же решать? Ну, просто мы решали так, что каждый подключался, и каждому уделялось, например, 5 минут на смотре. И, но мы знали нашу работу, то есть мы видели уже ваши, как бы, ошибки, которые выявил преподаватель, и мы могли с ними уже пойти на осмотр. А сейчас у нас нет. Насколько я знаю, в прошлом году у вас же был матан. Ну, мы будем... Матану не у всех было. Значит, будем обсуждать этот вопрос, как это будет происходить, чтобы всем было понятно, да, и вам было понятно, и чтобы мы могли объяснить вам, как нужно сделать для корректного решения. Ну, я еще раз повторяю, да, вот в вашей группе в целом все-таки те требования, которые предъявлялись к работе, большинство старалось выдерживать, присутствовало. Косяки были дурацкие, ну, типа написано... Типа написано P... P равно, не знаю, 5 седьмых. Ну, P не равно 5 седьмых, потому что до этого вы про какое-то событие говорите. Можно говорить про P равно, только если вы пишете P маленькое, если это испытание Бернули. Тогда можно так писать. Были дурацкие там варианты P от A равно какому-нибудь событию, две карты из 35, неважно, да, что такое. Были такие, так нельзя написать. Были варианты, когда написано, например, какое-то событие, а дальше вероятность. 5 седьмых. Такие тоже были варианты. Ну, к счастью, я вот опять по группам, сейчас не помню конкретно, по-моему, в вашей группе все-таки не было работы, у кого вероятность получилась больше единицы. Ну, слава богу. То есть было много таких. Ну, запись не жала, вот, как обозначено, не критично. Ну, если было неправильное задание, к сожалению, оно все не должно быть. Собственно, все. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Удачи. А, господа, там есть в вашей домашке задачи на неравенство Маркова и неравенство Чебышева. Я, честно говоря, думала, что мы сегодня успеем, поэтому вы не пугайтесь. Но, тем не менее, если вы вдруг сможете, по крайней мере, сами неравенство для себя выписать, если сможете их решить, они простые. Хорошо, попробуем. Ну, да, да, да. Я думала, что мы успеем сегодня. До четверга. Тоже тему, то есть дорешиваем проблем сет, который мы решали в прошлый раз. Ну, и тема, в принципе, та же самая, предпочтение и функция полезности. То есть, если раньше мы говорили в основном про предпочтение и анализировали различные вопросы посредством построения графиков и всего подобного, сегодня мы более такая, будем решать более аналитические задачки, ну, и в основном будем рассматривать ситуации, когда предпочтение задано функцией полезности. Ну, то есть, мы знаем, что предпочтение можно задавать просто прямо, то есть, как бы говорить, что какие-то наборы потребительских благ лучше или там не хуже, чем другие потребительские наборы, и можем задавать вот полезность. для каждого набора определяется его полезность, то есть, некое число, которое выражает удовлетворение, уровень удовлетворения потребления данного потребительского набора. Ну, и вот, тогда, собственно говоря, полезность, ну, можно говорить, что полезность представляет данное предпочтение, тогда и только тогда, если набор X лучше, чем набор Y, если, в том случае, если полезность этого набора больше или равна полезности набора Y. Ну, если у нас есть функция полезности, которая представляет какие-то предпочтения, то у нас, в принципе, есть бесконечное число таких функций, которые представляют данное предпочтение, потому что любое возрастающее преобразование, любая возрастающая функция, примененная на данной функции полезности, нам даст абсолютно эквивалентную функцию полезности, которая будет точно так же вот задавать ровно те же самые предпочтения. То есть, предпочтение вот по, точнее, функция полезности по предпочтениям строится неоднозначным образом. То есть, можно иметь разные совершенно функции полезности, соответствующие тем же самым предпочтениям, но они все будут возрастающими трансформациями друг друга. То есть, вот если у нас есть какая-то функция полезности U, скажем, корень квадратный из U, U в квадрате, логарифм U, это все будут функции полезности, которые эквивалентны U. Извините, можно вас перебить? Можно. Да я хотел бы организационный вопрос задать. В LMS квиз надо проходить? Проходить. Нет, это не обязательно. То есть, ну, можете проходить, может и нет. То есть, это как-то для вашего, собственно, развития. А, то есть, он в зачет, по оценке липлаты? Нет, в зачет он не идет. А, все, спасибо. Спасибо. Я не очень помню, что такое положительное преобразование, но... Ну, минусу у квадрата это будет как раз убывающих это будет такая парабола так но вот если у нас есть функция полезности то вот разноответ на вопросы которые которые мы раздавались в прошлый раз они могут быть даны в более простой форме например если у нас есть полезность которая функция полезности которая дифференцируема то вот сильная монотонность монотонность и слабая монотонность она освоится к таким условиям что сильная монотонность это тогда просто эквивалентно строгой положительности всех частных производных то есть у нас фактически функция полезности должна возрастать по каждому товару строго возрастать просто монотонность это у нас просто не 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 отрицательные частные производные но хотя бы одна из них должна быть строго положительной не обязательно все строго положительные но хотя бы одна хотя бы по одному товару и строгое возрастания полезности и слабая монотонность это Это просто не отрицательные частные производные. То есть они могут быть даже все равны нулю, в принципе, но, по крайней мере, все не отрицательные. Еще нам потребуется такое понятие, как Margin Rate of Substitution, предельная норма замещения по-русски. Там RS чаще всего так обозначается, очень, ну, такое важное понятие, очень много раз используется в этом курсе. То есть геометрически это наклон кривой безразличия. Ну, такой экономический смысл это вот, какое количество одного товара заменит небольшую единицу другого товара. То есть вот если мы чуть-чуть потеряем какую-то маленькую единицу х на dx, наше уменьшится потребление, какое нам нужно вот маленькое количество y, dy, чтобы вернуться вот примерно на то же самое потребление. То есть примерно на то же самое кривое безразличие. Ну, то есть вот мы считаем, что вот для маленьких изменений х и y у нас кривая безразличия и касательные они примерно вот совпадают. Ну, обычное такое вот предельное предположение. Ну, и несложно посчитать, что вот этот самый marginal rate of substitution, он просто равен отношению частных производных. То есть частная производная по x, поделить на частная производная по y, ну, взятая со знаком минус, то есть наклон у нас отрицательный. Ну, иногда этот минус вообще забывают и про MRS говорят как просто про отношения частных производных. То есть вот иногда его без минуса определяют, то есть просто как бы абсолютная величина наклона иногда с минусом. Ну, то есть это не так важно в данном случае. Ну, и вот давайте порешаем следующую задачку. Здесь у вас как раз спрашивается про marginal rate of substitution. То есть задача номер 5. Ну, дана здесь функция полезности Коба Дугласа. Вот тоже очень много раз будем ее использовать. Такая достаточно... Ну, часто используемая в таких простых примерах в качестве иллюстрации. x1 степень альфа умножить на 2 степень альфа. Ну, как бы в задаче вам уже данный MRS. То есть, ну, давайте, посчитайте и убедитесь, что этот MRS именно такой, как данный.